Еще раз добрый день, как слышно, как видно. Так, да, пошли вопросы по поводу... Друзья, значит, вебинары у нас будут вести только на этой площадке. В СВИГе мы с Алексеем к той команде не имеем никакого отношения, и мы, соответственно, вебинары там больше не ведем. По разным причинам. Что-то можно комментировать, что-то можно не комментировать. Пока ограничимся только одной фразой, что так сложилось. Вот, поэтому, друзья, мне сейчас в чат он написал кучу народу, которые не могут найти ссылки, поэтому, друзья, если вы знаете кого-то, кто ищет или это, давайте ссылки. Со временем, видите, конечно, в СВИГе у нас народу было побольше на этих вебинарах. Там, вот, последний раз с Алексеем у нас там было и 600, и 700 человек. Вот, но ничего, друзья, страшного. Я думаю, что сейчас постепенно определимся, постепенно узнают все, где ведутся и как ведутся вебинары, и для кого эта информация нужна, и кто хочет получать и принимать в этом участие, пожалуйста, друзья, мы всегда открыто делаем. Мы с Алексеем в среду будем вести два вебинара для Сибири и Дальнего Востока в 12 и 13 часов, и в 19 и 20 часов вечером для европейской части и для центральной части. Вот, поэтому, друзья, давайте будем продолжать работу. Вот, я говорю, несмотря на то, что значительно меньше сейчас, чем на последних вебинарах, потому что база все-таки рассылки и количество было больше, но со временем, я думаю, мы этот вопрос наверстаем и будем двигаться дальше. Поэтому там как раз много тотчас задает вопросов по поводу взаимоотношений с ВИГа, Капитала и других компаний, поэтому здесь, друзья, я, наверное, сам скажу свою позицию. Алексей скажет свою позицию, мы никогда ее не скрывали и никак ее не меняем. То есть у нас всегда есть девиз, который мы с Алексеем ввели и которому мы всегда будем придерживаться – это мы объединяем мир, и мы никогда от этого отходить не будем, потому что это миссия и сущность технологии Skyway. Вот, поэтому объединять – это наша работа. Мы тоже всегда это некогда не перестанем говорить. Поэтому для тех, кто интересуется Skyway, для тех, кто поддерживает проект, мы не делим сегодня ни на фонды, ни на деления, ни на причастность к той или иной группе – расовой, половой, религиозной, и еще кто на что-то хочет, тем более на точку входа, то есть фонды, которые сегодня созданы для того, чтобы привлекать людей в этот проект, для того, чтобы нести эту информацию. Поэтому, друзья, для нас очень важно, чтобы здесь были все сторонники Skyway, а я думаю, что мы все таковыми и являемся, потому что основное, конечно, для нас – это поддерживать проект, двигать проект, развивать технологию, и, соответственно, для всех для нас – строй Skyway, спасай планету – это не пустые слова. Во всяком случае, я надеюсь на то, что так, на какое число брать билеты в Марьину горку покататься на Юнибайке. Михаил, ну, значит, смотрите, 23-24 апреля, да, будет это серьезнейшее мероприятие, но сразу, друзья, могу сказать, что основная преамбула и основная цель этого мероприятия – это будет не демонстрация Юнибайка. Второй момент, я могу сказать, что этот Юнибайк, если вы увидите, то только издали и только в закрытом виде с точки зрения форм, и тем более внутренности никакие показы не будут, потому что сейчас идет его активное патентование, идет защита, и, как вы понимаете, это довольно-таки сегодня наш общий секрет, это наша общая интеллектуальная собственность, поэтому на сегодняшний момент рассказывать всем, тем более конкурентам о технологических преимуществах, мы не будем. Поэтому 23 апреля – это прежде всего сбор сторонников SkyWay, это фестиваль, это праздник SkyWay, праздник – не пустое слово, я еще раз могу сказать, потому что мы с большим удовольствием все это приурочим и очень все вместе отметим день рождения Анатолия Дарча Юницкого, у него 16 апреля день рождения, я уже говорил над предыдущим, я почему хорошо запомнил эту дату, потому что в этот день я с ним познакомился, 15 лет назад, 16 апреля. Но так как просто случилось так, что в этот же день день рождения еще и его дочери, то по просьбе семьи мы сделали так, что 16 апреля в день день рождения, своего дня рождения, день рождения дочери, так как это семейный праздник, мы им так любезно предоставляем право отметить это всему кругу, а ровно через неделю, 23 апреля, мы как сторонниками SkyWay отпразднуем уже все это вместе, и тем более это сделаем на полигоне в Марьиной Горке, тем более, друзья, а где еще, как не в Марьиной Горке, при строящемся демонстрационном полигоне, при строящемся демонстрационных образцах отмечать день рождения Анатолия Дарча Юницкого. Я считаю, что это вполне приемлемая форма, это вполне нормальное мероприятие, тем более, что там будут десятки представителей городов, регионов, мэров и губернаторов, там будут крупнейшие фонды, которые управляют миллиардами евро для того, чтобы рассмотреть вопрос об инвестировании в проект, там будут десятки крупных инвесторов, которые готовы рассматривать инвестиции, будет ряд людей, которые уже инвестировали не одну сотню тысяч долларов, они тоже обязательно выступят на конференции, выступят на... Поэтому, друзья, это будет прежде всего праздник, это будет прежде всего сход единомышленников, тем более, там будет интереснейшее мероприятие, связанное с посадкой... Я сейчас могу ошибиться, друзья, прошу меня за эту цифру около, по-моему, ну, то, что более тысячи саженцев, послаженных, фруктовых деревьев, это точно, а так, по-моему, там я что-то слышал, цифру около двух с половиной тысяч, но это мы уточним, потому что это не моя часть. Тут говорят 10 тысяч, ну, да, то есть говорили, что это... Вот. Хавратов говорил, что большие инвестора пока не предвидятся. Ну, друзья, это вы у Андрея Федоровича спросите, предвидится или не предвидится, я могу сказать, что сегодня уже и ведутся переговоры, и готовятся конкретные проекты, и буквально вот в ближайшие две недели будет готово соглашение, первое соглашение между Юницким как генеральным директором, генеральным конструктором заоуструнные технологии и мэром Самары. И в этом году уже будет рассматриваться один, это первый проект, первая ласточка именно по строительству. И второй момент, могу, друзья, сказать, что инвесторы, которые инвестировали уже 150 тысяч долларов, лично привел я, и сказать, что это не крупные инвестиции, наверное, друзья, я бы не верно к этому относился по-разному. И второй момент, я могу сказать, что сегодня инвесторы, и я каждый день веду переговоры, и здесь, в этом помогает огромное количество наших партнеров, друзей, на меня выходят сегодня десятки крупных инвесторов, и я каждый день по часу, по два часа не трачу, это неправильно сказать, а общаюсь с крупными инвесторами, которые готовы инвестировать и 100, и 200, и вот завтра я буду в Минске, опять это самое, то есть приезжают инвесторы, которые готовы инвестировать до полумиллиона долларов, уже сегодня разовая инвестиция. Поэтому этот, друзья, процесс идет, и абсолютно по мере той работы, которая сегодня делается нами вместе, благодаря той доказательной базе, которой было достаточно, чтобы экспертное сообщество, которое крайне негативно, крайне отрицательно, я бы сказал, крайне ревностно относится к Юницким, признала технологию на экспертном совете Минтранса. Я могу сказать, этой доказательной базы достаточно для того, чтобы уже создавать управляющие компании в Австралии, которые рассматривают уже десятки проектов на сотни и сотни миллионов долларов в Австралии, и здесь сейчас уже ставится вопрос, что если Анатолий даже в ближайшее время не сможет по разным причинам, связанные в основном с деятельностью конструкторского бюро и технопарка, поехать в Австралию, то рассматривается вопрос приезда сюда очень, я могу сказать, представительной делегации во главе с министром транспорта Южной Австралии, с рядом представителей муниципалитетов Австралии, с рядом представителей крупнейшего бизнеса Австралии сюда, на Марину Горку. И не исключено, друзья, не будем фантазировать, но было предложение, чтобы они приехали как раз 23 апреля и поучаствовали в том числе и в этом мероприятии. Поэтому не будем загадывать, но не исключено, что к нам еще и австралийцы пожалуют, на что мы всегда будем рады, потому что чуть больше австралийцами, чуть меньше австралийцами, это я шутку, конечно, говорю, это очень важное событие, друзья. И то, что у нас там готовится сегодня круглый стол на этом совещании, где будут присутствовать десятки крупных бизнесменов, которые рассматривают вопрос инвестирования крупных сумм. Это, друзья, абсолютный факт, и эта работа ведется, и будут несколько, я могу сказать, сейчас трудно оценить, но больше 10 делегаций от губернаторов и мэров, которые будут рассматривать применение технологий Skyway на своих территориях, в своих городах, в своих концепциях развития. Поэтому я здесь не совсем соглашусь с тем, что сегодня крупные инвесторы не придут. Год назад, друзья, да, говорить о том, что сегодня мы привлекаем или ротаем, было прежде. Сегодня, друзья, я не раз уже говорил такую размывчатую фразу, друзья, что поверьте мне на слово, я знаю, о чем я говорю, что интерес крупнейших инвесторов, крупных тут даже слова не подходит, крупнейших инвесторов сегодня присутствует. Другое дело, что для них доказательная база, для них юридическое обоснование еще не до конца готово. Да, друзья, это так. И мы с самого начала говорили, что я когда два года назад проводил переговоры с крупнейшими фондами, мы всегда заканчивали тем, что когда вы покажете, тогда мы будем к вам более серьезно относиться. Сегодня приходит то время, когда мы говорим, друзья, мы это уже показываем. Достаточно убеждения для вас сегодня, хватит ума, вы заработаете одно количество денег. Не хватит, ждите месяц, два, три, полгода, год, у вас будут другие условия, но, извините, друзья, тогда будут другие условия входа. И я могу сказать, что сейчас вот эта гонка за то, чтобы войти первым, она уже началась. И я могу сказать, что вот эта формула, которую вы тоже слышали, особенно кто на наши вебинары ходит не один день, помните, что когда я рассказывал про нескольких крупнейших бизнесменов, то всегда вводил такую формулу, что никто из них не хочет быть первым, то есть не хочет рисковать своими деньгами, которые имеют шанс быть потерянными. Но, друзья, у них у всех есть одна психология. Никто из них не хочет быть вторым. Они хотят все быть полтора. То есть заскочить, но при этом не рискуя. Так не бывает. За этот год, друзья, мы с вами сделали одну работу. Мы инвестировали, мы собрали сообщество людей, которое позволило себе инвестировать десятки миллионов и рублей, и долларов. Мы получили сегодня результат. Этот результат сегодня абсолютно убедителен. Он сегодня абсолютно доказательен с точки зрения научной и технической постановки. Сегодня выставлена юридическая схема, которая может быть удовлетворена для всех участников проекта. И поэтому сегодня, я могу сказать, начались уже серьезные работы по уже работе в конкретных странах, конкретных проектах, и причем довольно-таки крупных проектах. И об этом, друзья, вы будете по мере того, как это все будет развиваться, будете узнавать, потому что есть многие вещи. Мы всегда об этом говорим, что есть горизонт. Когда мы показываем то, к чему мы идем, а потом, когда достигаем, мы это показываем. Но то, что мы сейчас начинаем с вами обсуждать, друзья, это уже бизнес-модели, это уже бизнес-проекты. И многое, то, что мы будем до вас доводить, это уже будет являться коммерческой тайной. И, соответственно, это будет показывать, раскрываться и доводиться до вас, как акционеров, как партнеров, как инвесторов, уже по мере того, когда это будет защищено, первое, и когда это не будет вредить развитию общей концепции компании. Поэтому могу сказать, что этот процесс активнейшим образом ведется. И когда мы говорим, что краудинвестинг с большой долей вероятности к концу этого года будет закрыт, это, значит, финансирование перейдет уже на заказчиков и на крупных игроков. И то, что сегодня модель будет видоизменяться, это, я могу сказать, 100%. И, соответственно, ту ценность, которую сегодня у нас есть, и те пакеты, которые сегодня с такими дисконтами можно приобретать и таким образом становиться владельцами вот этих инвестиционных, венчурных пакетов, я могу сказать, что, друзья, спустя какое-то время вы оцените, что это такое. И я думаю, что очень многие пожалеют о том, что сегодня они для себя не принимали решение двигаться, инвестировать. Но это, друзья, дело каждого. Мы не тянем и не говорим, что хватаем мешки и вокзал отходит. Мы доводим информацию, мы показываем преимущества, а вы сами принимаете решение вступать вам. Сегодня в такой венчурной стадии, которая, казалось бы, еще не очевидна всем, вступать вам сегодня, поддерживать вам проект или нет. Поэтому, друзья, давайте шаг немножко назад. Ну давайте, друзья, я не сторонник, чтобы отключать чат, пускай идет своим чередом. Вот, тут очень много людей, которые просто попадают случайно. Есть кто-то специально вредит, то есть для того, чтобы внести сумятицу в работе вебинара и это самое. Вот. Поэтому, друзья, это нормально. Но пусть чат идет, и я как раз сторонник того, чтобы все мнения, которые есть, если там есть засланцы, то есть которые специально портят, вы их сами будете видеть и, соответственно, сами будете относиться к тому, что пишется и что делается. Друзья, значит, я хотел бы сейчас, прежде чем передать слово Алексею Суходоеву, акцентировать внимание на технических аспектах, которые произошли вот за вот эти две недели. Анатолий Леонидович не раз рассказывал, показывал на конференции, потом вот материал «Инновационная транспортная инфраструктура технологий Skyway», это вот то, что было представлено в Минтрансе, то есть то, что являлось как раз доказательной базой для экспертов Минтранса. Как раз здесь есть все и история технологии, и перспективы технологии, и то, что было сделано, и то, что сегодня сделано. Поэтому, Алексей, если можно, ссылку, этот материал в открытом доступе в компании есть, и, соответственно, я рекомендую вам всем получить его, очень хорошо изучать, и пользуйтесь как, ну, таким настольным материалом, потому что все цифры, вся обоснование, вся физика, вся математика того, что есть, она там присутствует, и более того, она прошла апробацию на экспертном сообществе. Поэтому более грамотного составленного документа на сегодняшний момент не существует. Поэтому просьба прям скинуть на него, да, вот именно это та самая презентация, которая покорила экспертный сайт. Поэтому, друзья, изучайте, смотрите, с точки зрения техники, это самое полное доведение цифр информации. И то, что мы дальше будем всегда с Алексеем говорить, мы всегда будем показывать, на какой странице какие цифры мы приводим, и что это делается. Да, Алексей, у меня еще просьба, скинь эту ссылочку, пожалуйста, Морозову Виктору Васильевичу, он тоже очень просил получить и посмотреть этот материал, прям на почту ему скинь. Вот, он тоже очень этим материалом заинтересовался. Вот, поэтому, друзья, и сегодня мы с вами поговорим об аэродинамике. Потому что аэродинамика, то есть вот здесь на одном из слайдов, то есть вот я прям буду это показывать, это самое, что есть, это продувка в аэродинамической трубе, которая проводилась 10 лет назад в Институте аэродинамики в Санкт-Петербурге, все расчеты, которые есть, и, соответственно, вся физика, материал, который там изложен. Значит, почему это, друзья, надо знать обязательно? Потому что мы столкнулись с чем? Когда подписали протокол Минтранса, то в чатах, особенно мне, там писали, что ну вот если бы Путин поддержал и написал, что этот проект нужен, ему надо дать деньги, то я понимаю значимость этого документа. А то, что 31 эксперт в области транспорта из различных компаний Министерства Ведом сказали, что да, этот транспорт инновационный существует и готов к внедрению, это, в общем-то, наверное, ни о чем. Это для тех, друзья, кто не понимает. Я уже объяснил, почему огромная ценность и важность экспертам, которые навстроены недоброжелюбно, которые конкуренты и которые цели, задачи которых задавить технологию, когда они признают. Это, друзья, очень дорогого стоит. Второй очень важный момент, который сегодня идет с точки зрения уже аэродинамики, это надо понимать физику процесса. И как раз очень много задает вопрос, особенно для новичков, что чем этот транспорт отличается от других? А почему сегодня это не может сделать, допустим, там, японцы или Эллен Манн? Или почему сегодня то, что вы делаете, утверждается, что уникально? И вот как раз, друзья, вот аэродинамика, и то, что сейчас я буду говорить, это несколько для тех, кто не владеет физикой, наверное, будет несколько сложное восприятие, но я так обладая определенным навыком преподавания физики в школе, я все-таки три года физику преподавал, я попробую рассказать вам это довольно-таки простым, доходчивым языком, чтобы все вам было понятно, почему сегодня открытие струнного транспорта, и почему то, что мы сегодня делаем, это является уникальной и не имеет альтернативы. Еще раз скажу, не имеет альтернативы. И многие технологии, которые сегодня уже пытаются применяться, то есть мы проводили анализ с поездом, поездом на магнитном подвесе, Анатолий Иванович очень много показывал, мы проводили сравнение с технологией, которую предлагает Эллен Маск, это гиперлук, то есть это петля, которая в разряженном пространстве двигается с большими скоростями. Так вот, друзья, эти все технологии, все направление объединяет оно, это желание снизить трение, трение качению. И, соответственно, исходя из этого, немцы, которые потратили почти 40-50 лет на создание транспорта, который висит в воздухе, это так называемая магнитная левитация, это Трансрапид, потратили на это 6,5 миллиардов евро, сделали абсолютно никому не нужный транспорт, который нигде сегодня в мире не применяется. Соответственно, это тупиковая, ну если ее построили только одну дорогу в Китае, да, Шанхай аэропорт, и больше весь разумный цивилизованный мир отказался от этой технологии, потому что скорость у нее там приближается к 350 км в час, но при этом КПД снижено ниже КПД паровоза, то есть 11%. И Анатолий Дуарович не раз показывал на примерах, это покажем еще раз вебинары, почему это происходит, не буду это сейчас повторять. То есть думайте, что спустя 150 лет после изобретения паровоза, у которого КПД было 14%, 200 км в час у нас еще в Царской России давали скорость паровоза. Соответственно, спустя 120 лет увеличили скорость всего там на 50%, и при этом снизили КПД производительности энергии. Поэтому я могу сказать, что это прорыв с точки зрения техники, это, конечно, большая глупость. Вот. И с такими направлениями в технике они тоже, конечно, не приводят. И самое главное, друзья, что рынок и применение технологий показало, что мы не видим сегодня на каждом углу поездов на магнитной подвесе, потому что сегодня использовать это абсолютно нерационально. И таким образом, борясь с силой трения, они как эксперты, как те, которые делают, а Сименс, который тратит миллиарды евро, еще раз скажу, миллиарды, 6,5 миллиардов было потрачено на эту технологию, и хоть как не назовешь идиотами, но они боролись с причиной, которая не является основной. Они боролись с трением, качением. Поэтому на сегодняшний момент это абсолютно не дало никакого эффекта. Я могу сказать, по этому же пути, друзья, идет Элон Маск, который предполагает использовать гиперлут, то есть движение в вакуумной трубе. Они также предполагают откачать воздух из трубы, для того, чтобы там можно было двигаться с большой скоростью. То есть, опять же, для того, чтобы снизить сопротивление и для того, чтобы бороться с трением. Так вот, друзья, сегодня авиация, которая борется с сопротивлением, поднимаясь на большую высоту, но при этом, представляете, что сотни тонн мы сначала должны поднять с огромными затратами энергии на высоту 10 километров, потом опустить, при этом сжигается в среднем 10 литров топлива на одного пассажира на 100 километров. И другими сегодня Аэрбас, который сделал максимально большой самолет, сегодня еле-еле приближается к цифре 7-8 литров на 100 километров на одного пассажира. Поэтому, представляете, как это сидит километров, когда там сидят сотни пассажиров, представляете, какое количество керосина все это сжигается в стратосфере, и эти птеродактильи цивилизации сегодня, предоставляя нам услугу скоростного перемещения, насколько сегодня они портят экологию, насколько сегодня это неразумный способ передвижения. Но мы готовы платить за скорость, и мы боремся с последствиями, которые дают. Что предложил инженер Юнинг? Он это тоже не раз говорил и показывал, что основное при скоростном движении, друзья, это аэродинамика, это сопротивление. Поэтому надо улучшать аэродинамику. А с учетом того, что сегодня в аэродинамике, это те, кто не знает, что это такое, есть основные три качества, которые сегодня не позволяют ей преодолевать определенные барьеры, то есть для самолета это аэродинамический маршрут, потому что, когда самолет движется, у него есть обязательно двигатели, эти двигатели выбрасывают с огромной возмущенные потоки воздуха, это создает зону повышенного давления, это, друзья, азы аэродинамики, поэтому относитесь к этому очень спокойно, проверяйте каждое слово в Википедии и в интернете. Соответственно, когда движется самолет, сзади него есть такой парашют, то есть, который он тянет давление, поэтому есть определенные значения, которые превысить невозможно. На сегодняшний момент коэффициент аэродинамического сопротивления ЦХ для лучших самолетов военных это примерно 0,1, для спортивных автомобилей это где-то 0,3-0,4 ЦХ. Я объясню потом, что это такое. Это просто цифровой показатель аэродинамического сопротивления. Почему? Его необходимо знать. Потому что на скорости свыше 300 км в час более 80% энергии уходит на сопротивление воздуха, а со скоростью 500 км в час более 95% энергии уходит на преодоление сопротивления воздуха. Могу привести такой пример, что только дворники на самолете, которые позволяют летчику смотреть и видеть взлетную полосу, она нужна только для одного, когда самолет садится, чтобы видеть полосу визуально. Так вот, только эти два дворника увеличивают мощность двигателя на полторы тысячи киловатт. Вдумайтесь, что мощность хорошего спортивного автомобиля это порядка тысячи киловатт. Так вот, это только два дворника, а по двигателе, который сегодня там по 70 тысяч киловатт, представляете, что такое самолет и соответственно, какую аэродинамику он развивает. Теоретически возможный коэффициент аэродинамического сопротивления, который рассчитал Жуковский еще в конце 19 века, это примерно 0,0,43 коэффициент сопротивления, который возможен для идеального тела. Но это тело с точки зрения самолета, автомобиля и поезда создать невозможно. У автомобиля, вот как вы видите на слайде сегодня, на первом, есть второй очень большой недостаток, он едет по дороге, и мало того, что у него шины, то есть на преодоление сопротивления уходит 40% мощности двигателя, то есть преодоление трения качения, так вот, соответственно, там еще возникает эффект крыла, то есть когда автомобиль движется по дороге, под автомобилем, под днищем возникает огромная зона повышенного давления, которая пытается автомобиль оторвать от земли. На больших скоростях, вот формуле 1, необходимо создать форму, которая прижимает автомобиль к земле, и со скоростью 300 км в час до, как я уже говорил, 80% мощности уходит на то, чтобы прижать автомобиль к земле. Соответственно, скорость на 500 км в час достичь практически невозможно. Соответственно, рекорды скорости, которые там приближаются к скорости звука, они уже идут на автомобилях, на которых стоит реактивный двигатель. То есть, естественно, ни о какой экономичности, друзья, это речи быть не может. А вот теперь, исходя из вот этих же цифр, которые есть, я вам приведу, друзья, пример и цифру для того, чтобы вы понимали, что такое с точки зрения экономики нашей с вами. Это коэффициент аэродинамического сопротивления. Так вот, смотрите, если мы возьмем сегодня идеальную форму 0.2, которая есть у автомобиля, и та форма, которая есть вот у Юнибуса, который показан на крайне правом слайде. У них разница 0.05 и 0.2, то есть, соответственно, 0.15 это разница коэффициент сопротивления аэродинамического. Дальше идет выкладка, что это такое в киловаттах мощности. И здесь дальше Юницкий предлагает очень интересную такую размышлению, цифру, что улучшение на 0.15 сотых аэродинамического сопротивления одного Юнибуса по отношению к автомобилю за 25 лет эксплуатации, а это средняя эксплуатация одного Юнибуса, при этом миллион штук, которые сегодня будут эксплуатироваться, у нас сегодня миллиард автомобилей в мире, поэтому миллион это однотысячное от того количества автомобилей, которые есть. так вот, за 25 эксплуатации это 22 миллиарда тонн топлива стоимостью 20 триллионов долларов. Чтобы было понятно, весь бюджет России сегодня не превышает полтора триллиона. Вот я, что такое аэродинамическое сопротивление. И на сегодняшний момент это аэродинамическое сопротивление практически идеальное, которое 0,05 здесь прописано, оно просчитано. И, что самое важное, это уже обсчитанные образцы, прототипы именно движения подвижного состава, которые сегодня уже созданы и являются стопроцентными прототипами нового состава, которые будут двигаться уже по реальным трассам. Продута это в аэродинамических программах, которые обсчитаны. И, что самое главное, друзья, буквально на прошлой неделе проведены испытания и в институте аэродинамики в Санкт-Петербурге получены, соответственно, подтверждено. Я не буду останавливаться сегодня на этих цифрах. Я думаю, что буквально на этой неделе, может быть, начало следующей недели, когда будет официальный протокол, когда будет официальный документ, обязательно это в своих репортажах, в своих озвучит, покажет, и мы с вами реально узнаем, какую же цифру, то есть, какой коэффициент аэродинамического сопротивления было реально подтверждено и получено в аэродинамике и в Санкт-Петербургском институте аэродинамики. Поэтому я могу сказать, что в том виде транспорта, в том виде коммуникации, в том виде системы, в которой мы сегодня с вами работаем и создаем, аэродинамика это ключевое значение. И как раз одна из основных столпов технологии Skyway, именно струнных технологий инженера Юницкого, состоит в том, что он на порядок качественно улучшил аэродинамику. И это оказалось достаточным для того, чтобы перейти на коэффициенты потребления топлива, то есть на приведенный коэффициент, то есть, как я говорил, что у самолета сегодня самое лучшее это 7-8 литров керосина на 100 километров на одного пассажира, то Юнибусы вполне позволяют сегодня выходить на показатели 100 грамм на одного пассажира на 100 километров. Сами вы знаете, 7 литров и 100 грамм. То есть, это более чем на порядок отличающаяся цифра. Соответственно, это экономия, это стоимость эксплуатации и в конце концов это экология, потому что это, представьте, за 25 лет 22 миллиарда тонн надо добыть и сжечь нефти. Думайте, сегодня в мире добывается порядка 5 миллиардов тонн. Так вот, я могу сказать, что это экономия почти в треть всей нефти, которая сегодня сжигается. Поэтому, когда мы говорим строй скайвей, спасай планету, это значит, мы с вами будем перемещаться, а это нефть не будет добываться, не будет сжигаться и не будет гадить природе, которую мы с вами сегодня живем. Поэтому для нас, друзья, строй скайвей, спасай планету, это не пустые слова. За каждой цифрой, за каждым научным утверждением, который потом теоретически, а который потом практически подтвержден, стоит огромная наука, стоит огромная работа и очень серьезные расчеты. Поэтому, еще раз, друзья, обязательно возьмите этот материал, обязательно его всегда держите перед глазами, изучайте сами и давайте тем, с кем вы оппонируете, или особенно ульники, которые начинают утверждать по поводу натяжений, по поводу упадет-не упадет. Давайте, друзья, смотреть. Так, бумажный вариант презентации. Так, отличия в коммерческой могут ли цифры сильно отличаться запланированно от реальных предпроектирований и не байка один к одному. Значит, друзья, это как раз, да, абсолютно правильный научный вопрос, потому что это аэродинамика, а там абсолютно работает закон масштабирования. То есть, если у вас действующая модель продукта и получаются определенные коэффициенты, то при построении один к одному все эти законы сохраняются. То есть, у авиационщиков, у тех, кто занимается авиацией, знаете, наверное, что если летит модель самолета, соответственно, обязательно полетит и прототип, потому что это действующая модель и там законы сохранения переносятся один к одному. Можно ли канадскую диссертацию написать по Skyway? Да, Елена, мне писали, да, я думаю, что вполне можно. Это время по диссертациям уже пришло. Поэтому, друзья, что я хотел вам донести и что я хотел сказать, что на сегодняшний момент аэродинамика, что является ключевым значением технологии Skyway, и если это кто-то не понимает, то просто поверьте, а тот, кто понимает, то посмотрите на цифрах, на тех презентациях, которые есть. Сегодня аналогов того, что предлагает Skyway, нет близко, даже близко нет, ни у железной дороги, ни у самолета, ни у автомобиля. Потому что за счет подъед над землей, за счет того, что разведены два рельса и он движется на расстоянии, то есть фактически в пространстве, и за счет того, что у него очень близкая уже к идеальному аэродинамическая форма, то есть видите, юнибус, который движется, он раздвигает пространство, проходит, и дальше происходит схлопывание, то есть вот этот хвост сзади, который мы так называем хвостом дельфина, он хуже для того, чтобы не было возмущение потока за юнибусом, потому что любое возмущение, это сразу аэродинамический парашют, это сразу падение мощности, это сразу увеличение затрат эксплуатации. Сегодня всех этих недостатков у юнибуса нет. Я вам могу сказать, что те результаты, которые получены сегодня и пока обрабатываются протокольно, я думаю, что они просто взорвут весь научный мир, потому что никто таких цифр в аэродинамике еще никогда не получал. Ну и второе я могу уже от себя добавить, потому что я свидетель всего, что происходило, Юницкий не был бы Юницким, если бы он не улучшил аэродинамическую трубу, которую вы сейчас видите, то есть это в этой же трубе и продувалось, только это 10 лет назад фотографии, а новые фотографии, надеюсь, увидим в ближайшее время. И если бы Юницкий не указал на недостатки работы института, который десятками лет продувал, но не мог учесть определенных факторов, которые Юницкий им тут же указал, и таким образом они сами поблагодарили о том, что продувая модель юнибусов, Юницкий еще и улучшил работу института. Но это, друзья, по-моему, абсолютная закономерность, туда, куда приходит Skyway, там улучшается все. Вот, поэтому давайте дождемся сейчас, друзья, результатов официальных продувки, узнаем официальные протоколы и те коэффициенты, которые сегодня получены. Единственное, что я могу сказать из общения с экспертами, из общения с Анатолием Эдуардовичем, я понял, что коэффициенты, и данные, которые экспериментально подтвердили расчеты и продувки, они не очень сильно отличаются. Поэтому, друзья, меня это очень сильно радует. Значит, все расчеты, которые были сделаны, все экономические выкладки, которые мы с вами применяем в эффективности Skyway, они верные. Поэтому, я думаю, что нас ждет еще одна очень интересная новость в ближайшее время, это результаты аэродинамических исследований. Вот, и я могу сказать, что это будет не просто бомба или прорыв, это будет очень серьезная заявка на то, что научный мир на проект Skyway будет смотреть совсем другими глазами. Ну вот, друзья, я коротко, насколько я могу и насколько доходчиво, я попытался вам рассказать о том, почему сегодня аэродинамика отличается юнибусов и Skyway от всего, что есть. Ее нельзя даже сравнивать ни с автомобилем, ни с железной дорогой, ни с самолетом. Почему сегодня традиционный транспорт даже близко на порядок отличающий цифры не может приблизиться по эффективности эксплуатации к таким скоростям и к таким преимуществам. И я могу сказать, что это, друзья, не единственное преимущество, которое есть у Skyway, потому что дальше есть еще сама струнная стакада, дальше есть соответственно технологичность и возможность строительства в различных грунтах, то есть это труднодоступность и сегодня абсолютно новый метод построения путевой структуры. Это, друзья, мы с вами будем уже обсуждать и делать по мере того, как будем видеть монтаж в Марьиной горке, по мере того, как будет уже демонстрироваться и показываться стакада. Поэтому я могу сказать, что в каждой конкретной точке, которая сегодня есть у технологии Skyway, она радикально отличается от того, что мы сегодня видим, от того, что сегодня эксплуатируется и поэтому сравнивать сегодня эти показатели практически невозможно. Хотя многие умники или многие эксперты собственно пытаются. Поэтому, друзья, четко должны понимать, что сегодня научный эксперимент, который подтвердил сначала теоретические расчеты, потом компьютерные расчеты, а сегодня уже моделирование Skyway, они сегодня просто колоссальные. И я могу сказать, опять же, друзья, это наша с вами работа, это наши с вами общие результаты, потому что это все достигнуто. Конструкторским бюро, которое мы с вами формируем и финансируем, которое работает благодаря нашей совместной деятельности, это создано инженерами, которые сегодня создают уже и модели, и путевую структуру, и это сегодня создано теми рабочими, которые строят сегодня Марьину Горку, полигон и, соответственно, всю технологию, которую мы сегодня с вами будем демонстрировать. Поэтому еще раз, друзья, с этим, наверное, нас поздравлять рано, потому что дождемся официальных результатов, дождемся официальных протоколов, дождемся тогда, когда Юницкий сам нам об этом все расскажет и сделает, но понимание важности, друзья, я думаю, должно быть у вас полное, чтобы для вас не было пустым звуком, когда скажут ЦХ там 0,0, столько-то, вы говорите, ну и что? Что с этого ЦХ, понимаете? А когда вам говорят, друзья, это 20 триллионов долларов, но 20 триллионов вы тоже не можете представить, но тогда вам говорят, это 100 грамм на 100 километров на одного пассажира. Ну, здесь вы подумаете, сколько вы сегодня заливаете бензин и сколько вы будете заливать, или, точнее, сколько будет тратиться, когда будет ехать Юнибус. заливать туда ничего не надо, он будет работать по другим принципам. Ну вот, друзья, на этом я эту часть буду заканчивать, я передаю слово вынос, так, вы нас агитировали в СВИК, не уходите от ответа, мне тоже не все нравится СВИК, тем не менее, нужна достоверная информация, Дмитрий Ки. Значит, друзья, могу вам четко сказать, то есть, для нас разницы между СВИКом, Капиталом, РСВ нет никакой. Это все инвесторы, это все технология Скайвей, то есть, и на вебинарах СВИГа, и на вебинарах мы всегда рассказывали, здесь будем рассказывать только по технологии Скайвей и по инвестированию в Скайвей, поэтому здесь к нам никаких, не то что вопросов быть не должно, и, соответственно, деление, друзья, я могу сказать, это тоже идет от лукавого, никакого деления здесь быть не должно. Четко есть сегодня программа и процесс конвертации акций СВИГа в обязательства РСВ, поэтому я думаю, что этот процесс обязательно идет. На теле Мосту проводил СВИГ, четко было сказано, что все, кто инвестирует в СВИГ, они автоматически становятся акционерами РСВ, поэтому, друзья, главной компании здесь нет никаких вопросов и нет никаких расхождений. Но по поводу команды, мнений, я считаю, что команд должно быть много, с ВИГ сформировалась своя команда, они занимаются своими вещами, они занимаются своей методикой и формой обучения, я считаю, что, наверное, у них это может быть и кого это устраивает, и кому это нравится, пожалуйста, работайте. Я считаю, что с Алексеем место, это в компании, в головной компании РСВ, и поэтому мы будем вести свои вебинары для тех, кто в проекте, для тех, кто инвестирует, для тех, кто интересуется и для тех, кто дальше развивает проект. Поэтому, друзья, когда вы пытаетесь делить, или нам говорят, вы за левых или за правых, друзья, мы всегда будем отвечать, мы за Skyway, мы никого не делим, а если кто-то на кого-то пытается делить, это на его личной совести. Так, друзья, давайте, Алексей, тебе слово, вот, потому что, друзья, мы будем отвечать на эти вопросы, потому что они будут возникать постоянные, чем дальше, тем больше, друзья, ничего здесь такого странного или страшного нету, поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету, для тебя слово. Благодарим, огромная благодарность Сергею Анатольевичу. Друзья, ну, собственно, по поводу аэродинамики тоже, по поводу с ВИК, там, и так далее, я думаю, что всем ответ на вопрос понятен, то есть он у меня такой же, у нас обоюдное мнение с Сергеем Анатольевичем, если у кого-то бы мнение отличалось, то кто-то бы остался с ВИК, и, соответственно, тут деление не может, быть на самом деле, потому что проект общий, и изначально, когда я входил в феврале 2014 года, была головная компания, но, собственно, все сейчас меняется, мы должны подстраиваться под среду, под агрессивную среду, которая была в нашем проекте изначально, и, соответственно, появились фонды, это нормальный процесс, это в какой-то степени конкуренция, и всегда должны быть конкурирующие команды, но давайте вернемся к теме нашего вебинара по аэродинамике, я, как человек, закончивший по специальности высшее учебное заведение инженер-механик сельскохозяйственных машин, с углубленным знанием французского языка, могу сказать, что сопромат, термех, физика и так далее, все это для меня не пустой звон, естественно, что-то забывается, но я пришел к выводу, что развивая проекты, упаковывая проекты сейчас и донося информацию до потенциальных, в том числе, крупных инвесторов, нужно учиться, если вы не общаетесь с техническим специалистом, максимально просто. На самом деле, я очень долго к этому шел и начал именно вести вебинары максимально просто, я надеюсь, что вы заметили по вводному вебинару, но хотел бы по аэродинамике сказать несколько слов, которые, я думаю, вы сможете донести любому человеку технически подкованному или не технически подкованному. Во-первых, в логотип прошлой Skyway струнных технологий капля. Почему выбрана капля? На самом деле, ответ, он очень простой, потому что у обтекаемого тела, похожего на вытянутую каплю, то есть, вы можете представить также наш юнибус и такая же форма капли именно высокоскоростного подвижного состава. И многое сейчас современные изобретатели и апогеем, так скажем, и именно верхом совершенства в научной гениальной мысли является Антолий Эдуардович Юницкий. Я с удовольствием узнал новость, что даже аэродинамическая труба была улучшена у самого института продувки. Это, друзья, заставляет задумываться, кто у нас вообще генеральный директор, генеральный конструктор и президент международной компании Skyway. И, соответственно, CX равен 0,04. Какой будет у нас CX при продувке, покажет время уже официально. и мы искренне надеемся, что сам Анатолий Эдуардович объяснит, и это не сделает никто лучше, чем Анатолий Эдуардович. У Сферы это 0,47. У Куба, соответственно, это один с лишним. И есть два способа снижения именно коэффициента динамического сопротивления и вообще улучшения показателей. это один из двух, так скажем. Их много, но я остановлюсь на двух. Первое это уменьшение площади поперечного сечения автомобиля. То есть, соответственно, с уменьшением площади поперечного сечения автомобиля, то есть, с уменьшением его габаритных размеров, сопротивление воздуха снижается, то есть, воздух ударяется меньше на корпус автомобиля, но, соответственно, современные тенденции, я не говорю про железнодорожный транспорт, я не говорю про именно тенденцию в автомобильном строении, то есть, кроссоверы и так далее. Сейчас невозможно использовать вот этот факт для снижения сопротивления, влияния сопротивления воздуха на корпус подвижного состава. И остается второй и единственный, как оказалось, вариант, это оптимизация именно процесса обтекания кузова. То есть, от обтекания кузова и критерием которого, критерием совершенства является как раз-таки CX, коэффициент аэродинамического сопротивления, который у самолета, истребителя военного, спортивного это 0.1, у Бугати Верон это 0.3. Если говорить вообще про возможные на сегодняшний день, CX показатели у спортивных автомобилей максимально возможны и невозможны, они не созданы, но теоретически в теории максимально возможны, это 0.12. И, собственно, много материалов об этом говорят, но, тем не менее, вообще, у первых автомобилей был коэффициент динамического сопротивления 0.3, 0.4, далее 0.28 и так далее. Соответственно, вдумайтесь в то, что форма вообще вот юнибуса, юнибайка, она появилась не просто так, не просто так у нас красивая форма, то есть, я обращаю ваше внимание в первую очередь новичкам именно на очень красивый дизайн, и это не то, что красивый дизайн делают дизайнеры, промышленные дизайнеры, это как раз таки та аэродинамика, и аэродинамика у нас сразу улучшается в два раза, как раз таки, когда мы находимся на втором уровне, то есть, мы избавляемся от свойства и воздействия крана, то есть, что является железнодорожное потно, что является асфальтовое покрытие, у нас перемещается рельс, по рельсу стальное колесо, соответственно, высоко аэродинамичный подвижной состав, и CX, ну, искренне будем надеяться, что он будет достигнут показателей 005-006, и это будет действительно революцией в современной аэродинамике. Но, вот я сам увлекаюсь наукой, и статьи такие время от времени читаю, и прихожу к выводу, что многие современные изобретатели берут много из природы. И как раз таки Анатолий Эдуардович Уницкий, я думаю, что неспроста была выбрана именно форма капли. И, возможно, Анатолий Эдуардович опытно, экспериментально к этому пришел, и, скорее всего, это так есть, потому что ко всему Анатолий Эдуардович ходит именно логически, и это было рассчитано. Более того, к идеальной вообще форме капли может приблизиться подвижной состав, потому что наибольшее сопротивление воздуха, наибольший опрокидывающий эффект момент при перемещении у скоростного автомобиля обычного возникает именно на высоких скоростях. И на высоких скоростях на самом деле это уже серьезная задача, серьезная именно проработка вопроса у всех направлений КБ, то есть аэродинамика она же складывается не только от обвода в корпус, от систем охлаждения и так далее. И вот приведу сравнение, что 300 сильный, то есть 300 лошадиных сил бензиновый двигатель выделяет в виде тепла около 450 киловатт. И представьте, вот этого показателя хватило бы для отопления двух особняков, приличных одноэтажных особняков. То есть представьте, это всего лишь автомобиль и 300 двигателей с мощностью 300 лошадиных сил, это достаточно распространенное явление, в первую очередь американцы любят большие автомобили, мощные автомобили, и сейчас тенденция как раз таки идет на снижение требуемой необходимой мощности, это будет именно уходить в концепцию и логику именно транспорта второго уровня, и то, что Раймонд Курцвелл и другие представители пятого технологического уклада прогнозируют автоматически пилотируемые с помощью системы автоматизированного управления и так далее автомобили, но они будут находиться на втором уровне, и только логика ухода на второй уровень сегодня это также непонятно и не принимается именно в общем обиходе научной мыслью, потому что это не вошло в транспортный рынок, но как только первый юнибайк, первый юнибус поедет, начнется конкуренция, но друзья, я могу вас здесь заверить, так скажем, общаясь неоднократно с Анатолием Эдуардовичем Юницким, я думаю, что ни у одной корпорации вообще вот и в этом счастье, в этом действительно наша удача вступления в встроенные ряды инвесторов, акционеров и просто зарегистрированных участников, зарегистрированные участники получают в виде экономии на более привлечении более мелких инвестиций по сравнению с расчетами, соответственно, можно выделять пакеты акций, то есть по 100 акций для просто зарегистрированного новичка, и, друзья, тут можно сказать, что Анатолий Эдуардович Юницкий, создавая четвертое поколение технологии, скорее всего, уже в голове рождается пятое и шестое поколение технологий, и в этом плане мы всегда будем с опережением, я думаю, что это замечательное именно качество нашей корпорации, то, что мы обгоним действительно всех и навсегда, предпосылки в финансовом плане для этого есть, предпосылки в техническом плане для этого абсолютные и бескомпромиссные, бесспорные, то есть многие сейчас, я думаю, профессора, эксперты, которые являлись пессимистами, когда они услышат новости о Skyway уже по телевидению, а многие, я думаю, смотрят телевидение, так как манипуляции сознанием и так далее происходят как раз-таки про телевидение, и представьте, насколько большой поток захочет участвовать в этом проекте, просто участвовать, просто войти, я думаю, что направление именно построения инвест-проводящей системы, оно у нас будет продолжаться на адресные проекты, которые инициируются именно инвест-проводящей системой, которые инициированы именно выходцами из стройных рядов акционеров и инвесторов Skyway, и более того, я могу вам сказать, что сейчас ввиду того, что мы полностью сосредоточены Сергеем Анатольевичем на работу в RSV, в Skyway Capital, и сейчас, чуть попозже, я остановлюсь на пакетах для новичков, обязательно используйте возможность вкождения в корневую компанию в инвестирование либо в Skyway Capital, либо в RSV, как вы пожелаете, либо в Skyway Invest Group, кто захочет получить обучение, квалифицированное на его взгляд, мы все единое поле. И, друзья, давайте действительно, как вот Анатолий Эдуардович Юницкий умудрился, и действительно, в этом гениальность мысли президента международной группы компании Skyway умудрился максимально снизить эффект сопротивления воздуха на подвижной состав, давайте максимально снижать сопротивление воздуха окружающей агрессивной среды на наш проект. И внутри, соответственно, никакого сопротивления воздуха, если мы уж говорим об аэродинамике сегодня, здесь, сейчас, не может быть. Мы все двигаемся в едином поле, мы все единый, высокотехнологичный, аэродинамичный подвижной состав, и, друзья, мы сейчас разгоняемся, мы сейчас набираем обороты и достигнем показателей 500-600 километров в час. Естественно, это говорю в переносном значении этого слова, то есть, уже в конкретике будет за нас это все осуществлять технология, но, друзья, наш проект уже не просто развивается, он едет, и он полетит, он полетит в 2016 году. Для этого все возможности, все предпосылки есть, и не упустите возможность именно сегодня используйте удачу, используйте шанс инвестирования, вот на примере Skyway Capital, очень выгодные пакеты, спросите у тех, кто вас пригласил на данный вебинар, я думаю, что каждая корпорация в ближайшем будущем позавидует нашей армии поклонников Skyway, нашей армии именно сподвижников Skyway, нашей армии проводников Skyway, и, друзья, мы с вами и есть начало этого рынка, мы с вами и есть как раз-таки будущий потребительский спрос, я думаю, что каждый, кто инвестирует в технологию Skyway, желает перемещаться быстро, дешево и безопасно, и взгляните на эти цифры, вот эти цифры, которые в акциях, они могут превратиться даже потенциально один к одному, а наши прогнозы, что теоретически это может быть еще больше, при тех темпах, при тех предпосылках, которые уже сформировались в 2016 году, и мы всех вас приглашаем на именно уже серьезное мероприятие, серьезное мероприятие по посадке фруктовых деревьев, все обязательно будьте на мероприятиях, нужно быть об этом не раз и не два говорят сетевые лидеры, у нас сетевое построение корпорации, давайте от таких неизблемых принципов, развития командного духа, развития команды наших структур, общей структуры нашего проекта и смазывания механизма снижения, опять же, сопротивления агрессивной на данный момент, но уже менее агрессивной окружающей среды, которая вне нашего проекта, используйте свой шанс, садите деревья и, собственно, 23 апреля те даты, которые были озвучены, сейчас, я думаю, что имеет смысл уже бронировать билеты, заказывать билеты, тем, кому это действительно интересно, тем, кому это действительно важно, но если говорить про монеты, я приобрел монету и вообще не было никаких сомнений в приобретении этой монеты, я думаю, что эта монета будет нести в себе как очень серьезную коллекционную ценность, энергетическую ценность, и я думаю, что группа компаний Skyway не просто так эту монету вводит, я думаю, будут какие-то привилегии, какие-то преференции для тех людей, которые обладают обычной металлической, то есть это не ценный металл, обычной монеты, но собственно используйте возможность, потому что в 2017 году такой возможности уже может не стать. Я благодарю вас за внимание, если есть у кого-то вопросы, то также с удовольствием на них отвечу и надеюсь поставьте плюсики, для кого информация именно была простой, понятной, потому что я сейчас над этим работаю, чтобы не техническими терминами, а именно просто донести информацию по поводу аэродинамики, чтобы вы передавали от человека к человеку, Facebook недавно доказали, что через социальные сети, не через теорию, 5 рукопожатий мы можем достичь любого уровня, любого человека, а уже через 3,5 человека мы можем достичь генерала, министра, и таким образом развивается наш проект. Друзья, это не начало, но это еще не середина. Нас ждут большие машины, большие адресные проекты, и те, кто принял участие и принял решение сегодня развиваться и способствовать развитию проекта Skyway, на мой взгляд, это более чем своевременное, правильное и выгодное, не побоюсь этого слова, решение. Благодарю за внимание. С вами Сергей Анатольевич Сибиряков, Сукадоев Алексей Владимирович, Сукадоев Анатольевич, мне всего лишь 30 лет, собственно, судьба изменила очень серьезно именно при вхождении в проект, это может сделать абсолютно каждый, я очень сильно завидую тем молодым ребятам, которые в 20, 21, есть 18-летние, есть 14-летние инвесторы, которые заходят через родителей, к сожалению, у нас таких возможностей не было, и я думаю, что мы бы обязательно использовали, используйте и вы, благодарю за внимание, всем счастливо, до скорых встреч на общих технико-экономических вебинарах, и давайте также напоследок пройдем опросник, первую очередь отвечайте для себя конкретно и честно, потому что это неотчетность, сколько новых людей вы готовы, вот услышав данную информацию, услышав подачу данной информации, приглашать на технико-экономические вебинары именно наводные, именно для новичков, потому что когда человек попадет на расширенные, мозг может закипеть, как и было у многих из нас, я думаю, все это прекрасно помнят, на первых вебинарах технико-экономические, когда вел один Сергей Анатольевич, и Сергей Анатольевич также очень сильно волновался на первых технико-экономических вебинарах, но сейчас у нас ведутся вебинары на разных языках, будут также редкие языки, сегодня собственно ведутся серьезные переговоры, мы развиваем как структуру, так адресные проекты, так и общий вектор именно положительный, направляем Skyway, чтобы наши с вами инвестиции действительно скапитализировались по тем критериям и по тем хотелкам, желаниям, которые мы закладываем себе в голову. Благодарю за внимание, всем счастливо, пока! Спасибо, Алексей! Очень мне нравится, как сейчас мы ведем и делаем, то есть, все, но это, друзья, опыт, и я могу сказать, что вот, когда на прошлой неделе мы одновременно вели вебинары для Skyway, для Капитала и для Свига, то я как раз в это время был еще, я не помню, я помню в Минске, нет, не в Минске, здесь на встрече, не мог в некоторых вебинарах участвовать, Алексей провел за день 8 вебинаров, и как вы думаете, проводя 8 вебинаров в день, человек повышает свою квалификацию или повышает свой, вот, поэтому я могу сказать, что, конечно, как и что происходит, и мы все, все, кто веден конференции, все, кто веден вебинары, встречи, я могу сказать, этот год, конечно, дал очень много и очень серьезной работы, мы наработали очень большой научный потенциал, развивая именно экономическое направление, это связано с шестым, потом уже седьмым технологическим укладом, который показал Юницкий, мы развили теорию именно линейных городов, как это стало складываться, и к чему это, как будет приводить, и дальше уже пришли к практическим проектам, к практическим применениям, это тоже все вот результат этой работы, поэтому это общее такое движение, то есть, каждый на своем месте работает очень эффективно, очень грамотно, если он на это настроен и тратит на это большое количество усилия, времени, энергии своей, и я могу сказать, что как работает сегодня конструкторское бюро, то есть, с каким, вот мы там были, с инвесторами, их больше всего поражает, что почти все конструктора, это довольно-таки молодые люди, молодые ребята, там есть, конечно, опытные, как бы, но, как показала практика, в основном сейчас вырастают именно люди, которые уже сами могут проектировать в новых программах, которые могут четко понимать задачу, которые ставят, четко выполнять ее, поэтому коллектив, конечно, вот основных конструкторов, которые делают сложнейшие вещи, он, конечно, молодой, и я могу сказать, что таких опытных инвесторов, опытных там, производственников, которые всю жизнь занимались промышленностью, строительством промышленных огромнейших предприятий, когда они видели такое количество, и такие горящие глаза у коллектива, это, конечно, друзья, очень и очень дорогого стоит, вот, поэтому, как Алексей, я почему, когда включился, немножко залыбался, когда он про эту монету говорил, просто, у нас есть определенная информация, то, что мы-то с Алексеем, как всегда, владеем несколько больше информации, поэтому мы знаем, что дальше будет с этой монетой, как она дальше будет развиваться, но, знаете, по законам жанра такой мы знаем, но вам не скажем, поэтому вопрос такой, что, совет вам и относитесь, что приобретайте лучше эти монеты. Сегодня это идет как дополнение к пакету, сегодня это идет как сувенирная вещь, но поверьте, что через некоторое время эта монета для каждого из вас будет весьма и весьма существенным, как бы таким интересным подарком. Так, придется купить, да, это в самом деле, так сказать, тут многое, что сейчас придется принимать и принять на веру. Кандидатская диссертация в экономике, ну да. Вот, поэтому, друзья, давайте, значит, мы с вами сегодня именно вебинар посвятили вечером, также мы будем обсуждать на аэродинамику, показываться, потому что те результаты, которые будут в ближайшее время представлены конструкторским бюро и именно как результат работы института аэродинамики Санкт-Петербурга. Мы должны понимать важность и значение, и уже с точки зрения экономики оценивать те результаты, которые мы получили, чтобы не говорил нам какой-нибудь умник очередной, как что, для меня там 001 или 006, это одно и то же, и что, так сказать, это просто, ну, друзья, здесь ничего нет удивительного, потому что многие люди осознать и понять, что мы делаем и как мы делаем, оно просто, они просто не в состоянии. И мы тоже, видите, сейчас делим для начинающих вебинары, для тех, кто уже это не раз слышал, для того, чтобы вы сейчас вникали и понимали, потому что все, что мы сейчас говорим, в той или иной мере, говорилось уже десятки и десятки раз. И тот, кто был 25 октября у нас на конференции в Москве и 17 октября в Марьиной Горке и слушал доклад, когда он все это, друзья, произносил и делал, но должно пройти какое-то время, какое-то понимание для того, чтобы это осознать, принять и, что самое главное, друзья, оценить, потому что мы многое с вами, что знаем, но не ценим. Она весьма ценная и она очень сложная. С точки зрения техники. Хотя, вот я сейчас тоже слушаю, как Алексей говорит, что очень многие вещи мы действительно стараемся сейчас доносить доходчиво, просто потому что люди в большинстве своим случаем финансово грамотные, с точки зрения физики все помнят школьный курс, что он когда-то был. И, в общем-то, если не противоречить здравому смыслу, то все мы с вами, в общем-то, понимаем, о чем идет речь, понимаем, что для того, чтобы работала мобильная связь и миллиарды устройств видели друг друга, нужен кремниевая технология, нужен пьезоэффект, нужен модуляторы, нужны системы передачи сигнала и так далее, и так далее. Тут, чтобы летал самолет, должен быть работать закон Бернули, должна быть расчетная подъемная сила Жуковского, должна быть аэродинамика. Вот, и все это дело как раз объединяют и делают инженеры. Так вот, мы с вами, друзья, прежде всего должны понимать, что мы с вами в инженерном технологическом проекте. Наша задача сегодня – строение краудинвестивных систем, не построение каких-то компаний с адресными проектами. Это, друзья, прикладная вещь. Наша задача сегодня – это получение технологии, отработка технологии и применение ее в конкретных проектах. И это можно сделать только инженерным путем, только созданием демонстрационных образцов, потом испытательных, потом сертификационных, а потом уже, собственно, применение в технологии. И этим, друзья, мы с вами занимаемся. И здесь у нас большое количество союзников, сторонников, тем, кому эта технология сегодня нужна. Вот, и поэтому, друзья, на сегодняшний момент мы с вами спустя какое-то время дошли до того момента, и меня, друзья, это очень радует, потому что вот Алексей сегодня упомянул первые вебинары, когда 23 человека и в маленьком окошечке мы там с Юницким рассказывали о технологии, не понимая, кому мы рассказываем, что за люди, кого мы зовем, сколько будут инвестировать, что у нас из этого получится. Ну, уже я могу сказать, через два месяца, в марте 2014 года мы провели первую конференцию, где приехали вот сегодня все люди, которые уже являются и в руководстве компании, и те, кто развивают, и те, кто читают вебинары, потом стали появляться тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей, потом появился Мария Нагоня, а сегодня мы видим и демонстрируем, и показываем и доказательную базу для экспертов Минтранса, и доказательную базу для инвесторов различного уровня, и, соответственно, в научном мире подтверждаем те результаты, которые есть. Это, естественно, друзья, все невозможно, бы не было технологий. Если бы то, что наработано Юницким за десятки лет, мы сегодня не воплощали в железе, не воплощали в реальной работе. И это, друзья, как раз то, что сегодня нас объединяет, то, что сегодня тот результат, на который мы нацелены, позволяет утверждать, что мы этого добьемся. Потому что технология, она уже доказала свое существование еще 5, 10, 15 лет назад, то сегодня как раз складывается общая система, общая структура, которая ведет нас к тому результату, который мы ставим. И сегодня те оценки и те задачи, которые ставятся по капитализации интеллектуальной собственности, это, друзья, уже не такая несбыточная мечта, как это казалось год назад. И когда кто-то смеялся над теми дискаунтами, которые вводили, на теми пакетами акций, которые есть сегодня, друзья, я могу сказать, что смех этот все больше и больше откроет. А когда будут проходить первые группы уже акций, которые реализовывались там два года назад, год назад, с существенными премиями, и у вас будет право либо продать существенную прибылью с тем, что вы инвестировали, или ждать и смотреть капитализацию этого пакета дальше, а особенно, когда будет закрыт вход для краудинвестинга в корневую технологию, я думаю, друзья, что многие улыбаться уже перестанут. Вот у всех сразу возникнет вопрос, а где же я раньше был? И здесь, в этом плане, очень интересные сейчас вебинары Григория Михайловича Мирошниченко, который как раз, ребята, доходит, ребята, возьмите себе за правило задавать этот вопрос. Поэтому на сегодня это действительно очень важно. Ну что, друзья, давайте на этом тогда мы с теми, кто не будет у нас на вечерних вебинарах, прощаемся. Вот, рад, что вы с нами. Давайте, еще раз я говорю, у нас, конечно, существенно меньшее количество вебинаров по сравнению с теми средами, которые мы ввели в СВИК, но я думаю, что информация очень быстро разойдется. Мы также в это же время, в среду, где бы мы с Алексеем не находились, мы у нас за правило всегда ввести вебинары. И, как вы помните, мы ввели уже и из Минска, и из Москвы, и откуда мы только еще не ввели. А самое главное, друзья, откуда мы еще только не будем ввести наши вебинары, эту традицию мы нарушать не будем. И при всех возможностях, которые есть, иногда бывает, что Алексей ведет один вебинар, я подключаюсь, или народ я веду, потом подключается Алексей, но эту традицию мы нарушать не будем. И дальше вы будете узнавать и новости, и комментарии, и как сегодня анализ именно экономический, технологический, потому что то, что вы сегодня должны понимать в аэродинамике, это очень важно. Без этого невозможно понимать ценности технологий, без этого невозможно понимать, откуда будет капитализация. И когда мы говорим, что экономия 20 триллионов долларов, это расчетная величина, которая сегодня подтверждена экспериментально, это, друзья, уже не может быть пустым звуком, это не может быть недоказательной базой, но это надо понимать. И наша задача, как раз, друзья, рассказывать, показывать, наводить. И сейчас мы заявились на огромнейшее количество всевозможных экономических форумов, то есть вот недавно был Красноярский экономический форум, тут ближайший у нас, по-моему, Ялтинский экономический форум, где мы с Алексеем будем, потом у нас Дальневосточный, потом Петербургский, вот. И мы, друзья, сейчас ставим своей целью и задачей везде доносить информацию, что, ребята, все, что вы ждали, все, что вы говорите с точки зрения роста экономики, уже создано. Строй SkyWay, спасай Россию, и строй SkyWay, спасай планету. Это уже, друзья, не пустой звук, а мы это уже делаем. А ваша задача относиться, принимать, не принимать, помогать, не помогать. Мы, в общем-то, это сделаем и без вас. Вот. Поэтому, друзья, строй SkyWay, спасай планету. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok